Привет всем! Рад всем вас видеть у себя на канале. Друзья, извиняйте за отсутствие контента. Я сейчас работаю в две смены по 16 часов в день. Времени хватает всего лишь на сон, но на эти выходные, в субботу, в воскресенье, я буду работать всего лишь по 8 часов. Так что я постараюсь для вас записать новый видеоролик, и он будет связан с трейдом на иконах. Если вам такая идея нравится, давайте насобираем 1000 лайков, и я обязательно в субботу, воскресенье для вас это сделаю. В сегодняшнем видеоролике мы откроем награды за золото 1 в Викинг Лиге, за дивизионы я, пожалуй, возьму монетки, они сейчас мне реально нужны. Также я вам покажу свои инвестиции в Хеллоуин карты, мы посмотрим на информ, посмотрим на Лига Чемпионовские карты, которые нам иашники выпустили. Давайте, погнали! Ну что же, пришла пора наград, так же давайте их откроем. Золото 1 в Викинг Лиге, супер, в награду нам за это отдают 2 плеер пики, 2 Джамбо Голд Рейер Плеер Спак, 50 тысяч монет и квалификацию на следующую Викинг Лигу. Ну, как всегда, начнем с красных пиков. Насчет их, ну, меня интересует, наверное, только Тайсон, так что ему я буду рад очень сильно. Давайте же посмотрим, кто это у нас будет. Декюр, Декюре или же Мартинес. Ну, в принципе, французский опорник не помешает, нападающий тоже такой ничего, но в принципе, хороший выбор, между прочим. Наверное, Декюр, Декюре или же Мартинес. Давайте Мартинеса все-таки возьмем. Я думаю, он мне будет более полезный, возможно, будут какие-то еженедельные задания и он там будет нужен. И второй пик, ну, здесь Тайсон, пожалуйста. И, к сожалению, Санти Мина или же Анхель, нападающий с Ла Лиги для выполнения каких-то заданий в плане также еженедельных. Ну, наверное, все-таки Мина. Давайте Мина, потому что есть динамическая фотография, это мне больше нравится. Теперь перейдем к пакам. Вот такие вот красивые два пака за 100к нас ожидают. Давайте попытаем свою удачу, возможно, нам в каком-то из них повезет. Вот, очень прикольная фишка, как раз с открытием паков. Все связано с Хеллоуином. Итак, у нас есть экранчики. Я до сих пор еще на 100% не понял, что почем и как. У нас сразу же Информ, левый полузащитник, Грилиш. Ну, неплохо, наверное. Он на 100% идет, скорее всего, по Квикселу. Сейчас полностью все Информы не имеют никакой стоимости. Спасибо Эй за отсутствие СБЧа. Также Видаль, Озил, Сарабия. Слушайте, совсем неплохой пак, я вам скажу так. И у нас второй пак за 100к. Возможно, здесь будет также неплохо. Наблюдаем и... Так, без волкаута 100% и без экрана даже 100%. Вау! Это Бергвин. Ну что же, увидел мои паки за 100к, я думаю, вы понимаете, почему я беру монеты за дивизионы. Теперь давайте перейдем в мой лиц продаж и посмотрим, на ком же я трейдил в последнюю неделю. Это иконы. Почему именно на них? Потому что, когда EA Sports рушат маркет, падает золото, падают Информы. Они уже особо не возвращаются, но иконы, они настолько редкие на маркете, что они имеют тенденцию возвращаться в цене. Так что давайте насобираем лайки. Я обязательно вам покажу, каким образом я на них трейдю, какой же подход я лично применяю. Также Информы, которые вне паков, которые уходили вне паки, я также на них немножко потрейдил. Само собой, карточки Хэллоуин, которые также прикольно двигаются уже завтра, точнее сегодня по вашему времени, в пятницу. Они уходят из паков, именно эти 11 карт. И новых 11 должно к нам прийти. Так что мы пойдем на футбин чуть позже, я вам покажу полностью все карточки. Возможно, еще есть коридор для инвестиций в них. На Лиге Чемпионовских карточек я также трейдил. Некоторые из них классно подорожали, потому что они очень были редкими. То есть их насыпало, они были дешевыми. Потом они поднялись в цене. Да, прикола между ними совсем никакого. Но, ребята, они продаются по-разному. Тот же Гризман, которого я купил, по-моему, за 280 тысяч максимум. Я его продал той же ночью за 309. Хотя золотая карточка так и стоила низко, так и стоит. То есть люди их покупают ради цвета. И если вы видите, что золотая карточка и Лига Чемпионовская карточка идет в одну цену. Допустим, мой нано-маркете был 360. Этого я купил за 400 тысяч. И потом ночью перепродал за 445. Почему? Потому что людям нравится цвет. Многие из них думают, что эти карточки или живые. Но разницы между ними и золотыми вообще никаких нет. Также многие карты именно 86-го рейтинга. Они хорошо подорожали под последние СБЧа. Где в сборке была нужна одна Лига Чемпионовская карта. Рарная. Так что если вы видите похожие сборочки, которые выходят, где нужна рарная ЛЧ карта, покупаете именно те карты, у которых максималка выше. Потому что в первую очередь пропадут с маркета именно те Лига Чемпионовские карточки, у которых максималка десятка. Потом люди идут собирать СБЧа, а тех, что за десятку уже нет, они покупают те, что за 15, за 20 и так дальше. Все в зависимости от сборки. Насколько она привлекательная. Вот я на них сделал очень много денег за последний день. Также некоторые Лига Чемпионовские карточки играбельные. И с инвестиций у меня в принципе есть карточки Хэллоуин. Я их покупал по достаточно нормальным средним ценам. Сейчас они на маркете примерно стоят так же. Я считаю, у них есть перспектива роста в будущем. Также давайте перейдем в мой клуб. Я вам покажу, что именно там у меня находится. Здесь у меня Ливандовский СБЧ. Я прикупил немножко рейтинга. Именно 86 рейтинг. И ниже я купил полностью весь. Если будет какая-то сборка, любое популярное СБЧ, флешбек или что-то в этом роде, я готов или собирать, или продавать. Томас Мюллер 229. Хаммес Рудригес 313. Делле Алли 230. Карвали Вильнон 40 тысяч. Романьоли 82 с половиной тысячи. Я считаю, что у них есть, честно, перспектива роста. На полном серьезе. От Аминди 230. Сибицер 48. Герейро 46. Сейчас Герейро, по-моему, такой же ценовой категории. Я думаю, будет окошко, когда они могут упасть. Потому что люди паникуют, как бешеные, когда они видят, что ИАшники подвозят какие-то промо-паки. Они сразу же начинают продавать полностью все, что есть у них в команде. Вот такая ситуация у меня в клубе. Как вы видите, очень много рейтинга и информов. Информы я держу, но скажу вам честно, они не растут, они не падают. Бесполезный груз, возможно, я их и продам, чтобы иметь больше монет для трейда. Перейдем сейчас на футбин и разберемся, что у нас происходит. Мы с вами перешли на футбин. Я хочу поговорить о инвестициях в карты Хеллоуин, часть 1. Официально в 20.00 по Москве в пятницу они перестают падать в паках. Что это значит? Что карточки будут становиться более редкими и, по идее, должны идти вверх. Но есть факторы, которые могут на них повлиять и они могут обрушиться в цене. Фактор номер один. Это переинвестированность карты. Допустим, есть информ Бергвейна. На твиттере все говорили о его покупке до 28.000. Его закупили, карт на маркете было много. И когда пришло время продавать, он упал сильно в цене. Потому что карточек было больше, покупцов было меньше. Покупателей, которые были заинтересованы в данной карте. И он упал до 14.000. Это я называю переинвестированность. Вторая причина, по которой они могут упасть, это промо. Завтра, точнее, уже по-вашему, сегодня, в пятницу мы получаем вторую партию, карточек Скрим, которые должны появиться в паках. Это также 11 карт. И я думаю, что, в принципе, если команда будет лучше, чем эти карты, то, вероятно, люди захотят попробовать новые карты Хиллоуин и будут продавать данные карты. Но если команда будет хуже, допустим, эти 11 игроков, это как основа, а те 11, которые будут держать сегодня, теряя завтрак, в зависимости, где вы находитесь, это будет резерв, и они будут хуже. Эти карты должны пойти вверх. Они даже могут им помочь. Но если будет лучше, вероятность того, что данные карты могут упасть на панике. И у вас будет еще один коридор, чтобы их, допустим, закупить. Потому что я считаю, что они будут расти. Дальше, у нас есть третий фактор. Если вы какой-то хороший СБЧ. Ну, допустим, выйдет хорошая сборка на Эриксона, которого люди будут собирать, и сборка будет в районе 200 карт. Само собой, люди будут продавать Даля Али, чтобы собрать себе Эриксона, чтобы попробовать эту карточку. То есть, СБЧ на карты, которые могут напрямую повлиять на данные карты. Вот, давайте теперь поговорим о плюсах. Есть некоторые плюсы. Во-первых, данные карты имеют очень классный буст. Они уникальные. То есть, допустим, тот же Хамис, у него, по-моему, плюс 25 пейса. Это очень прикольно. Это нестандартная ситуация. И многие из них имеют бусты аж на 2 информа вверх. Допустим, Роман Йоли, у него карточка 83-я, чтобы он получил первый информ, это 85-я. То есть, 86-я, это как второй информ. Это также очень прикольно. Такая ситуация с каждым из этих игроков. Так, идентичная ситуация. Тот же Угуэро, у него карточка золотая 89-я. Этот 91-й, буст плюс 2. Также у них очень сильно сбалансированные статы. Тот же Бернард, у которого физика, по-моему, в золотой карточке 35 или 45, ну, очень низкая. Имеет физику 75. То есть, карточки прикольные, и мне кажется, они будут дорожать, потому что из своей уникальности. Второй фактор, почему они будут дорожать, я смотрел, допустим, разные стримы, смотрел видеоролики, где люди открывают паки. И, в принципе, им не очень сильно сыпало насчет в плане Хэллоуин карт. Потому что, если посмотреть на паки, то там пишут, шанс выпадания игрока меньше процента. То есть, в принципе, карты очень редкие, и, по идее, они могут реально выстроить и пойти вверх. То есть, это такие главные факторы, которые, как по мне, могут их поднять очень конкретно. Но уже в плане покупки здесь нужно рискнуть, нужно подумать, потому что не от нас все зависит. И A-Sports умеют убивать маркет, они уже это продемонстрировали. Если в плане покупок, то я вам дал цены покупок, именно показав, которые у меня есть в клубе. То есть, Бернарда я брал до 200, он сейчас 200. По-моему, это хороший покупок, мне так кажется. Романьоли, это лучший центральный защитник с серии А, также линк того же Донна Румы. Мне кажется, за 82 тысячи, это тоже очень хорошо. Сибицер, 55 тысяч. Карточка прикольная. Он чем-то даже похож на того же Делейни, чем-то он похож на того же Хаверца. И, смотрите, он дешевле их обоих. Так что, я думаю, стоит присмотреться к нему. Герейро также очень уникальный игрок. На его позиции есть только Коман. В принципе, в Бундеслиге там больше никого и не поставить играбельных. Также очень хорошая карточка, сбалансированная. От Аменди нравится сильно, потому что 80 пейс от один из самых быстрых центральных защитников АПЛ. И, смотрите, карточка также очень классная. Хамес, я говорил, уникальный апгрейд. Наверное, лучшая Хамесовская карточка в этой игре. Скорее всего, он не попадет в тот, разве что он разыграется во втором круге. Вот, тот же Мюллер, очень хорошая сбалансированная карточка. Агуэру, вообще огонь. Лучше него в АПЛ, наверное, ну, не знаю, даже по статам, наверное, лучше всех. Но по играбельности, наверное, Сон все-таки будет лучше. Но в плане сравнить, там, наверное, только иконы идут. То есть, очень классная карта. Вот, Де Ле Али, по статам, мини-бэйби Гулит, как говорят, вторая, самая низкая версия Гулита. Очень чем-то напоминает, если дать еще тень ему, просто убийца. Вильям Карвайли, лучший опорник в Ла Лиге. Также очень классная карта. Если говорить о Ибрагимовиче, карточка очень сильно напоминает его флэшбэк. Почти один в один. Ну, по цене он дорогой. И залинковать его тяжело, разве что с каким-то Алисандриней, но у него нет информов. Или же с Ларсоном иконой. Вот, но мне кажется, если мы получим, допустим, в следующем месяце новый набор икон, под икон, под адмиром икон, да, если там будет какой-то условный Ларсон, то многие захотят попробовать Ибрагимовича. Мне кажется, в один момент Ибрагимович будет стоить 400 тысяч. Есть такое ощущение у меня. Вот, так что, в принципе, все мне нравятся. Можно покупать. Мне кажется, это надежно. Если будет падение маркета в пятницу, после обеда, для вас это будет еще одним коридором для покупки. Вот, ну, в общем, они мне нравятся. В том суть. Вот, давайте посмотрим еще на команду недели, прошлую, и посмотрим, как они поднялись или не поднялись. И, как вы видите, почему я не инвестирую больше в команду недели, почему я не делаю видеороликов, потому что они не растут. Вот и все. Вейналду 155 тысяч не набрал. Динь набрал, он стоил 55. Вот этот поднялся. Но все равно там заработок 2 тысячи на карте, оно-то не стоило, наверное. Пьянич, Гюндоган, остались на том же диапазоне. Кейн, он был 95, ну, так же стоит. Левандовский был 180, самая низкая цена, он так же и остался. То есть, информы, которые попадают во время промо, это очень плохая тема, честно. То есть, даже текущая команда недели, если у вас есть какие-то вопросы по покупке дальних игроков, я бы дождался вторника. И если до вторника, ну, то есть, если во вторник мы получим какой-то бешеный СБЧ, я думаю, будет еще ваш шанс закупить их. То есть, в принципе, я их не буду покупать пока что, я понимаю, что вчера они были намного дешевле, но мне кажется, это еще не самая нижняя точка. Я думаю, они будут дешевле 100% в пятницу во время промо-паков, также, вероятно, в субботу во время промо-паков, возможно, во вторник, когда мы получим еще какие-то дополнительные сборки в честь Хеллоуина. Друзья, не спешите, с их покупкой, мне кажется, еще окошко не пришло. Друзья, если вам понравится в данный видеоролик, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!